Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО 90 лет, а ровно 7 лет назад президент России подписал указ о его возрождении. И вот уже развитие комплекса дает свои хорошие результаты. Об этом в нашем следующем репортаже. По количеству участников комплекса ГТО в России уверенно лидирует Краснодарский край, а Славянский район вносит в общекраевой успех свой весомый вклад. Выполнение норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО раскрывает все его преимущества, такие как гармоничность и доступность для всех возрастных категорий, начиная с самого юного возраста. В Центре спортивной подготовки Олимпийц собрались 18 команд со всего района, представляющих различные виды спорта, на соревнования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в рамках Кубанской декады ГТО. Здесь собрались все виды спорта, чтобы наконец выяснить, кто в ГТО круче. Потому что у каждого свои достижения. Здесь есть победители первенства края по борьбе, по легкой атлетике, по боксу, победители первенства ЮФО. А вот кто сильнее в ГТО, мы выясним сегодня. У нас квалифицированное судейство очень, поэтому вопросов в этом не возникает. Очень хорошо помогают студенты нашего филиала Кубанского университета. Они как раз ориентированы на то, чтобы получить профессию учителя физвоспитания. И вот здесь они в практической форме все это, навыки свои совершенствуют. С 90-летием ГТО ребят поздравил заместитель главы муниципального образования Славянский район Артем Щеглов. Он пожелал всем успехов, новых спортивных достижений и активности. Я хочу, чтобы сегодняшний день у нас в соревновании пошел для вас исключительно без прав. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и успехов. Я хочу пожелать вам достижения задуманных вами спортивных побед. Первый. Ну и конечно же напомню, что все мы здесь присутствующие в составе одной большой команды спортивной семейства района. Затем заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Александр Гриппич провел разминку для участников соревнований. Ребята настроились на состязание, куда вошли такие виды, как челночный бег, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине. Опытные тренеры считают, что комплекс ГТО помогает юным спортсменам, способствует их гармоничному развитию. Не однобокое развитие должно быть. Полностью ребята должны и бегать, и прыгать хорошо, и стрелять, и метать. Ну и также, чтобы ребята получали удовольствие от того, что они делают. Это тоже очень важно. Тогда результаты будут хорошие. Все дисциплины, которые представлены на этих соревнованиях, они входят в подготовку юных спортсменов. Это и бег, и сгибание туловища, и отжимания. Все входит в базовую подготовку. Участники соревнований с энтузиазмом боролись за лидерство, зная, что от их результатов впрямую зависит успех команды. Я занимаюсь самбо уже полгода. Сегодня мы с моей командой приехали сдать ГТО. Надеюсь, мы хорошо выступим. Я увлекаюсь легкой атлетикой 8 лет, и этот спорт очень хороший, развивает также дыхательную систему и выносливость силовую. Мы с командой приехали для участия, чтобы показать какие-либо результаты, но на призовые места мы тоже рассчитываем, так что мы надеемся, что мы победим. По итогам соревнований лучшими стали гимнастки спортивной школы номер один имени Станислава Терентьевича Шевченко. На втором месте легкоатлеты спортивной школы имени Владимира Викторовича Симоненко. На третьем спортсмены отделения греко-римской борьбы спортшколы «Триумф». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...